Всем привет любителям аудио и вновь присоединяющимся к каналу в общем-то когда мы слушаем музыку то если в 80-х годах и даже в принципе 80-х годах вся музыка представляла себя аналоговые источники были соответствующие это были магнитофоны катушечные и кассетные это были виниловые проигрыватели опять же аналоговый источник абсолютно но также и многие слушали те же радиолы и так далее это уже немножко посвоим но тоже там источником же выступал тоже аналоговый источник сейчас вся все аудио практически с исключением людей которые ну как бы интересуется аналоговым звуком а вся музыка в основном это цифра то есть мы слушаем цифровое аудио мы слушаем компакт диски которые содержат цифру вообще я помню 80 это было люди даже в 90 это мечта была если бы у нас у всех была цифровая записи так далее тогда так не не было такого пиетита пиетита к аналогу потому что все мечтали избавиться от шипа от треска от низкого какого-то там от рот от гудежа ротации двигателей прочего 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 там в общем был такой вагон недостатков что когда появился компакт диск это просто все возрадовались абсолютная стерильная тишина в паузах это было вообще невероятно прекрасно разделение канала стереоэффекты великолепные так далее поэтому в общем то сейчас в большинство источников конечно же цифровые и я хотел бы поговорить кратко таких вот некоторых понятиях которые многие упоминают или имеют ввиду но не уверен что все понимают истинный смысл этих значений а если вы понимаете то в общем то и хорошо я в общем это видео записывали тех кто кому это интересно и кто немножко в этом хотел бы разобраться также я хотел бы сказать если в этот пример на просторах китая ищите везде упоминаемый цапсу 2 крайне хорошие с двумя чипами пи 7 1714 с хорошими операциониками лмя 49 720 лмя 49 710 такое хорошее такое среднего класса звучание достойное прозрачное детальное и вы ищите там цапсу 2 и не находите то я бы хотел пояснить что вот то что у меня стоит сейчас на столе это есть су-2 внимательно посмотрите и просто ищите его по внешнему виду и по начинке потому что су-2 он назывался несколько лет назад сейчас он может называться как угодно абсолютно вы просто смотрите если вы видите такой вот цап у которой только оптика как сиал ну и вот выхода и все больше ничего нету и смотрели начинку если он на 2 пи 7 7 на 24 и на уме 49 710 плюс уме 49 720 туда и то есть это тот самый су-2 он хорошо звучит при очень низкой цене то есть это действительно серьезный звук я конечно не говорю что хай или хай энд или топ но это круто общем это очень даже серьезно но не хай энд конечно вот про такой цене это нонсенс в мире аудио абсолютный вот у меня есть я знаю что это классная штука крутая и это классная вещь за счет того что она дешевая если вы не богатыми ломан или аудиофил вот эта вещь вам очень здорово поможет и вы сможете получить качественный детальный прозрачный пространственный звук искать что вы там потом увеличите бюджет в пять раз то конечно будет результат лучше но если больше то и и так далее но примерно так вот он на али что-то но не буду говорить короче то ли сто долларов то ли сто с чем-то долларов а так очень серьезно сделано здесь и металлический корпус отличный трансформатор внутри никакой не импульсный блок питания здесь линейный блок питания и обвязка отличные чипы показывают в общем то все что могут они они в принципе показывают из них у больше наверное не выжить как показывают этот сапчик где их два чипа вот но и и он здесь показан для демонстрации именно цифра до что источник на цифровой цап он преобразует его дальше в аналог и уже усилитель усилит и все такое и есть такое понятие как некоторые говорят квантование квантование сигнал что такое квантование вы знаете что такое квантование ну кто-то знает кто-то хотел бы я думаю узнать что такое квантование ребята это все очень просто начнем во первых вот пример цап он умеет принимать и цифру формате ну например там 16 бит или 24 бит и что такое бит и я уже в принципе рассказывал это некая сущность имеющие всего два значения либо один либо ноль или как триггер знаете как переключатель включен выключен вот бит может быть либо включен либо выключен вот и за счет этого вот смотрите у нас есть один переключатель либо включен либо выключен есть второй переключатель или второй бит да либо включен либо выключен и смотрите с помощью первого переключать мы можем закодировать либо что он выключен тогда это 0 до либо что он включен тогда один ну то есть можно два числа с помощью него закодировать поэтому убита есть биты все они определяются степенью 2 в степени такой-то 2 потому что два состояния включен либо выключена дальше уже там сколько бит уже в степенях мы смотрим вот например а сделали еще один выключатель и он тоже может быть мере либо выключен либо включен сарей те если мы будем совмещать первый например у него выключен 0 а 2 включен да это уже какое-то мы другое число можем представить в двоичном виде вот то есть 0 и 1 это уже у нас другая цифра или 11 это уже там третья цифра 0 1 1 0 это все разные цифры то есть у нас уже разных комбинаций получилось вот и соответственно нас большее число и вот вот эти вот знаменитые 16 бит которые выбраны для сиди 16 бит это 2 в 16 степени это то есть мы можем получить столько значений определенных 2 в 16 степени от 65000 сколько-то там на калькуляторе можно посчитать я так подробно не помню то есть 2 в 16 степени этого то есть 16 бит то есть сущность с двумя разными значениями так вот 16 степени давайте я приведу пример что такое есть квантование то самыми 16 с нами 16 бит это способность записать 65 тысяч каких-то значений то есть мы можем аудиосигнал разделить на 65 тысяч уровней то есть вот нулевой уровень да потом первый уровень по громкости ну допустим по громкости по амплитуде 1 уровень 2 уровень 3 уровень 4 уровень 4 5 6 7 у нас такая амплитуда получается у которой максимум в 65 тысячах находится потому что это 65 16 бит ну я не буду сейчас такими большими цифрами оперировать давайте что-то поменьше выберем ну там 3 бит или 4 бита что такое 3 бита да это 2 в степени 3 то есть это 8 если 3 бита это у нас 8 каких-то вот уровней 8 значений если 4 бита то это 2 в 4 степени это у нас 16 2 но 16 то есть это у нас есть 1 уровень 2 3 4 5 6 7 8 всего 16 то есть если у нас есть амплитуда какая-то напряжение да и например это напряжение там ну сколько там вольт да идет у этой амплитуды вот и нам ее надо как-то в эти уровни впихнуть мы знаем что например манну допустим это амплитуда она от нуля там до например 1 вольта до вот вырастает у звука а у нас всего 16 значений и мы значит делаем что вот это 16 верхний слой да это у нас один вольт они же там меньше вольт меньше 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 и вот это один вольт мы грубо говоря разбиваем на эту амплитуду но я сейчас не буду так вот глубоко внедряться расскажу проще нам надо вот в этот мы сейчас я речь ведем а 4-битной для структуре то есть у нас вот я сейчас нарисую пока всего для вас если наоборот то в общем слушайте могут то есть у нас есть 16 значений в которой мы можем амплитуду это записать при 4 битах и 4 битах вот но допустим у нас амплитуда вышла ну например если она вышла допустим 3 да ну то мы можем посчитать что вот раз первый уровень 2 и амплитуда 3 и вот мы отметили ровно 3d потом амплитуда вышла 4 на 1 отметили 4 и так далее и вот отмечаем вот то что мы переводим вот эту вот амплитуду вот в эти значения то есть аналог вот это напряжение мы превращаем в цифровые какие-то значения сопоставляем уровни ну то есть напряжение сопоставляем с цифрами это есть квантование то есть ну как я уже объяснял пример 65000 максимально мы посмотрели у нас амплитуда 1 вольт максимально бывает то есть один вольт это же 16 значение вот мы одному вольту присвоили значение 16 это мы квантовали сделали квантование у нас максимум амплитуды стала иметь цифру 16 все вот это называется квантование вот где-то в каком-то месте в другой промежуток времени амплитуда была меньше она например была пол вольта пол вольта а так у нас 16 уровень пол вольта это значит на восьмом уровне она находилась мы раз отмечаем что пол вольта это 8 ну понимаете логику я надеюсь и вот так вот мы просто переводим значение напряжения в цифры и у нас получается в общем-то квантование и мы кван квантуем сигнал оквантовываем скажем так оцифровываем у нас получается такая вещь что еще мы можем из этого извлечь вот смотрите у нас вот здесь вот три четырех битах это четыре бита взята для примера потому что в сиди 16 бит но мне тогда пришлось бы тут шестьдесят пять тысяч полосочек вот этих же уровней рисовать вы представляете да это нереально это очень много вот поэтому взяли 4 бита у которого всего там 16 полосочек 16 уровней в который мы умещаем эту амплитуду аналоговым вот и смотрите еще есть один нюанс что один бит он в звуковом представлении из себя представляет значение 6 децибел один бит это 6 децибел что такое 6 децибел когда мы слушаем музыку например да если мы прибавим громкость ровно в два раза сравнить с тем что мы слушали мы увеличим на 6 децибел то есть 6 децибел это равна равна двукратному увеличению громкости звука и смотрите вот у нас ну самый первый уровень до нулевой потом 2 идет 1 получается мы прибавили громкость в два раза потом ну например привык громкость два раза нас получилось например 0.1 вольта следующий раз мы опять прибавили еще на один бит у нас уже там получилось сколько там 3 бит что ли прибавили уже до 3 бит у нас получилось было 0 1 плюс еще было 0 потом 0 1 потом еще мы прибавили еще 0 и 1 у нас уже получается 0 2 до 0 2 0 2 следующий раз мы когда прибавим еще на один бит 0 2 у нас удвоится стать 04 когда мы еще прибавим на станет 0 8 вольта да и так далее понимаете да и то есть каждый раз быть два раза повышаться громкость от каждый бит это повышение громкости в два раза или на 6 децибел и смотрите что из этого мы можем получить какой интересный нюанс для сиди формата какой выбран динамический диапазон вы можете подсчитать смотреть ну я думаю что наверное если знаете то можете если не знать то не может смотрите всего в сиди формате 16 бит мы знаем что 1 бит это 6 децибел громкости 16 бит умножаем на 6 децибел получается 96 децибел 96 децибел это динамический диапазон компакт диска вот от чего выходит если же мы будем вести речь о 24 бит от ну соответственно вы можете также посчитать 24 бит умножить на 6 получится там что-то около 140 что ли 20 на 6 126 4 до 144 децибела вот у 24 бит диапазон 144 децибела у 16 бит динамический диапазон 96 децибел вот откуда эти цифры если кто не знает почему именно сей компакт диск сиди он 96 вот потому что он 16 бит 16 бит умножаем на 6 децибел все получается вот или харес мы 24 бит умножаем на 6 децибел короче вот так вот это все легко и интересно считается вот вы это вот я надеюсь поняли что такое квантование да и есть еще такое понятие как шум и квантование вы может быть не раз слышали что шум и квантование это нечто плохое но не понимаете да еще почему плохой и откуда они возникают что такое там говорят когда цифруется аналог то возникает шум и квантование с чего они возникают почему они возникают что с этим осмотрите вот например да как я уже рассказывал вернемся к примеру с четырьмя битами и давать тремя битами 1 2 3 4 5 6 7 8 вот я прям нарисовал 8 полосочек 3 бита это 2 в третьей степени это 8 2 3 степени 3 бита поэтому в третьей степени 2 в третьей степени равняется 8 2 3 степени равняется 8 вот это означает что раз у нас 3 бита до 2 в третьей степени или 8 то есть у нас тут 8 вот этих уровней в которой мы можем разместить амплитуду мы договорились у нас амплитуда например равна 1 вольт вот смотрите я сейчас ее нарисую эту амплитуду в пределах в этих вот трех битов 3 бит вот так вот мы можем ее где-то у нас нижняя полоска сейчас ось ординат вот это вот нижние это у нас время т.д. длительность а это вот битность у нас бит 1 2 3 4 5 6 7 8 здесь у нас биты располагаются а здесь ну это у нас по времени сколько там доли секунды но исходя из того что это компакт диск 100 здесь у нас должно быть одна секунда разделена 44 тысячи 100 отрезочков ну соответственно я конечно тут не смогу так все нарисовать ну или придется ждать там часу ночь если есть у вас столько терпения то давайте попробуем вот ну понятно что нижняя шкала это время это битность и смотрите мы знаем что у нас амплитуда раз ну просто замерили знаем что у нас амплитуда равна 1 вольт на 1 вольт и допустим мы в долю секунды померили вот мы сейчас цифруем или квантуем да но померили напряжение она показывает 0,5 вольта 0,5 вольта мы знаем мы приняли что 1 вольт это это 8 . это 8 то что у нас три бита 2 в 3 максимально это 8 вот один вольт мы принимаем за 8 до значение 8 мы померили у нас пока что амплитуда максимально 1 вольт мы ее так отмечаем по нашей шкале 8 все мы квантовали да этот контакт квантование процесс называется следующую долю секунды мы померили а он говорит у нас напряжение стало не один вольт а половина 0,5 то есть половина это у нас ну это вот 4 до вот здесь вот вернее здесь это так у нас отсюда сюда идет вот здесь вот стало 4 до 0 5 вольт это 4 половина от 8 понимаете мы отметили что тут 4 опять же квантование у нас происходит тут 8 потом 4 вот сейчас пока у нас нет никаких шумов квантование все идеально но не так не бывает на самом деле как бывает померили напряжение да и смотрим у нас там например показывает ноль целых сорок пять сотых вольт а как вот здесь вот у нас 0 5 вольт а вот здесь вот у нас уже будет там ну например 0 3 вольта да а как и у нас только вот такие уровни мы можем точки квантовать только вот здесь вот на пересечении с нашими уровнями только на наших уровнях можем и когда нам нужно отметить например 0,3 ноль целых три десятых там и а у нас нет такого значения но не совпадает у нас может быть только ну строго вот это один два три четыре пять шесть семь восемь дай только такие значения могут быть а у нас по амплитуде получать например 2,3 вот как мы две три целых три десятых мы никак мы думаем мы либо должны отметить отметить эту точку либо на втором уровне либо на третьем уровне ну так как 2,3 ближе все-таки к двум да мы отметим как два и мы отмечаем что вот она здесь вот ну на двоечке понимаете должны были отметить где-то между ровно на 2,3 но так как у нас нет никакого уровня 2,3 у нас есть конкретно только два уровень и есть к уровень 3 а между ними нету никаких дробных и не может быть поэтому нам приходится и отмечать не в 2,3 как должна быть на двое на 2 на двоечке то есть мы ошиблись а это есть ошибка квантования шум квантования и вот так вот вот эти вот левых значений когда мы при нам приходится они у нас не совпали идеально и нам приходится какой-то ближайшие к ним выбирайте мы отмечаем ближайшие и вот вот эта несостыковка и является шумом квантования дело в том что шум квантования он является накопительным и если на здесь вот на тихой громкости да и был шум квантования следующий раз там на более громкой тот нижний с этим прибор с этим прибор с и короче вот эти вот шумы квантования они в сумме своей они представляют ли вот очень мощный шум получается этот называть шум квантования вы надеюсь поняли что это просто ошибка так как нет возможности между вот этими уровнями поставить значение мы можем только строго на уровне поставили на втором либо на третьем либо на четвертом и так далее по битам по этим и я же напоминаю один бит от 6 децибел громкости каждый бит от 6 децибел громкости вот поэтому по возникают шумы потому что замерили должно быть 2,3 мы так не можем нам надо 2 поставить вот ошибка квантования возникает от этого шум квантования как избавиться от шум квантования но самое простое что пока придумали это увеличить частоту дискретизации до более высоких значений например там в два раза в четыре раза и у нас получится что шумы квантования они перемещаются в неслышимую для уха область ну я сейчас нет желания в общем то еще и эту тему глубоко освещать я думаю сегодня такое немножко познавательное возможно было видео квантования и шумы квантования так сказать на пальцах если вам было понятно то в общем то здорово если непонятно или я плохо объяснил извиняюсь скажу ну как как могу так и объяснила в общем то на этом в общем то я думаю про аудио можно остановиться и в общем то немножко расширю и это видео за счет других каких-то тем я недавно рассказывал про блю-рей про новый формат после блю-рей это называется 4к hd ультра блю-рей и самое интересное что вообще-то в блю-рей да он называется не блю-рей он называется бурой так как блю голубой или синий пишется как б л у е блю да то в общем то это для названия блю-рей использовали слово не блю а б л у блу а е сознательно опустили по какой именно причине е убрали я не могу сказать мне честно говоря не особо интересно это было но если вы знаете ну напишите в комментариях просветите специально этим вопросом заниматься не было желания вот и поэтому он называется с ошибкой блу-рай ну блю-рей если уж совсем точно говорить вот такое вот название у них и сам формат блу-рей он в 2002 году появился но первый диск появились в 2006 году вот кстати у меня в видео спрашивали ну не то что спрашивали меня поправили ну как дополнили скажем так сказали ну а почему я не рассказал про HD DVD формат да действительно когда выходил блу-рей ну давайте более привычно я буду говорить блю-рей все таки хотя и блу пишется но подразумевается это блю когда выходил формат блю-рей в то же время компания тошиба она предлагала свой формат HD DVD HD DVD имел свои какие-то достоинства но честно говоря для потребителей они именно для скажем так для потребителей они может быть им имели место быть но для эстета для ценителя высокого качества это был шаг ну не в том направлении знаете в то время возникла война форматов HD DVD против блю-рей и где-то шиба билась не на жизнь а насмерть с компанией Sony и чей же формат должен был победить и знаете на первом этапе разные компании и студии они достаточно горячо поддержали HD DVD но можем эти причины рассмотреть сейчас более непредвзято как в тот период я во-первых думаю что скорее всего на блю-рей там какие-то патенты поэтому скорее всего другие компании должны были Sony как обычно что-то там платить от ошибаний этого не хотел и предложил свой вариант какие преимущества были у HD DVD над блю-реем они были чисто знаете такие меркантильные на самом деле дело в том что HD DVD он не совместим с DVD с одной стороны а то есть это не они вы если купить HD DVD вы его не можете вставить в обычный DVD проект или просмотр он показывать не будет для него надо покупать специальный HD DVD привод который должен это все показывать вот с одной стороны да но с другой стороны заводы которые на тот момент уже штамповали DVD диски им не нужно было выкидывать оборудование закупать новое для блю-рей они могли на том же оборудовании на котором они DVD диски обычные печатали просто это оборудование все тоже перестроить немного там поднастроить и оно бы начало штамповать HD DVD диски а с блю-реем это все на помойку новое оборудование ставь покупай ну понимать что да затраты значительно больше и в общем то да и на этом достоинства HD DVD и заканчивались то есть на самом деле их и не было если мы посмотрим по размеру диска то там все более печально я напомню что на тот момент например обычный DVD диск он стал достигать уже размеров в 17 гигабайт я сейчас покажу пример такого диска вот пример 18 гигабайтного диска DVD ну один слой как обычно там 4 и 7 гигабайт он двухслойный соответственно 4 7 плюс 4 7 это 8 с половиной гигабайт там получается 4 3 4 4 3 на 1 4 3 8 с половиной одна сторона переворачиваем там вторая такая же тоже двухслойная и получается 17 гигабайт вот обычные DVD на тот период уже были 17 гигабайтными когда вот это все произошло вот это вот весь срач Blu-ray с HD DVD 17 гигабайт обычные DVD что могла предложить HD DVD HD DVD предлагала 15 гигабайт вот DVD 17 гигабайт а HD DVD 15 гигабайт но это я конечно специально сказал чтобы драматизм показать на самом деле конечно 17 гигабайт здесь два слоя две стороны а HD DVD предлагал 15 гигабайт один слой соответственно 15 гигабайт один слой то есть минимально HD DVD мог быть действительно 15 гигабайтным и это было даже меньше чем вот такой двусторонний диск но можно было сделать двухслойный диск и тогда бы уже HD DVD становился 30 гигабайт ну и соответственно если бы мы сделали его двусторонним то получилось бы даже двуслойный и двусторонний уже 60 гигабайт могли бы из него вытянуть но это был предел и уже дальше 60 гигабайт нельзя было в принципе даже вот что касается Blu-ray то смотрите насколько опередившими время возможности HD DVD предоставлял Blu-ray у него одна сторона один слой 25 гигабайт два слоя 50 гигабайт три слоя уже там короче по моему 100 гигабайт что ли короче в итоге четыре по моему слоя да там 128 гигабайт но это не предел а Blu-ray может на данный момент иметь до 20 слоев ну я могу предположить что на сторону не буду утверждать но вполне возможно что и на сторону а сторон 2 может быть да но пока будем считать что допустим на на одну сторону на вторую может быть еще нельзя не знаю вот ну короче до 20 слоев Blu-ray может иметь 20 слоев это размер Blu-ray составляет 500 гигабайт то есть представляете насколько классно там предел был 60 здесь предел составляет 500 гигабайт это еще не факт если его с двух сторон умудриться по 20 слоев то уже у нас терабайт получается нормально да размер такой для диска поэтому потенциал был вообще колоссальный по сравнению с HD DVD и так далее кроме того Blu-ray быстрее поток быстрее идет с него HD DVD был медленнее это первый момент и второй момент был принципиально еще почему в общем то возникла вот эта вот терка из-за нежелания производителей ставить оборудование Blu-ray на и выкидывать старое пытались из него выжать до последнего все возможности это первый момент а второй момент это первые Blu-ray диски были не такие уж мажорные как можно представить во-первых формат видео который мог быть записан на них это был все тот же MPEG 2 который был и на DVD хотя изначально там уже был H264 но вполне возможно что какие-то фильмы попадались и на MPEG 2 которые DVD а в чем разница была MPEG 2 или H264 а в степени сжатия насколько можно плотнее записать данные их воспроизвести без потери качества конечно и если на MPEG 2 на Blu-ray можно было записать 2 часа видео то H264 с тем же качеством можно было записать 4 часа уже представляете да какие перспективы были большие вот но вопрос там был опять же даже не в формате в каком это писалось а в том что первые Blu-ray они были очень капризные дело в том что по сравнению с обычным DVD диском защитный слой на этом диске пришлось уменьшить уменьшить у Blu-ray в 6 раз если защитный слой на диске у DVD диска есть защитный слой и он составляет 0,6 мм если вы там царапните и все такое сперва вы царапаете этот защитный слой и не повреждаете данные а так как лазер он на определенную глубину фокусируется то соответственно он даже не замечает эту вашу царапину но также хотел бы отметить что даже обычная бумажная салфетка она очень сильно царапает тот же DVD диск и крайне не рекомендуется вытирать бумажными салфетками DVD диски это сильно довольно повреждает вот и первое если DVD были 0,6 мм толщина слоя то у DVD то у Blu-ray толщина составила 0,1 мм всего лишь 0,1 мм в 6 раз она стала тоньше да 0,1 мм получалось что вы берете диск чуть нечаянно его там неудачно взяли даже пальцем его уже поцарапали и он плохо читается поэтому компания Sony их стала продавать не просто что диска первые Blu-ray были в каких-то картриджах и вам надо было покупать этот картридж чтобы не дай бог не тронуть этот диск чтобы не испортиться и в этом кадре вставлять это сами понимаете дополнительная механика и дополнительный геморрой и на этом фоне короче HDDVD как-то вылазил вот но спустя небольшое время компания ТТК разработала супер прочный слой что-то там дурабли как-то так называется он короче защитный слой для Blu-ray и с этого момента у Blu-ray в общем-то не осталось причин не пользоваться у людей Blu-ray потому что с этим защитным слоем это стали диски они даже стали более надежные по царапинам чем те же DVD обычные у которых не было хоть и толстый слой но более мягкий чем на Blu-ray и все с этого момента уже так получилось что без вариантов многие Blu-ray они 25 гигабайтные но это их минимальный размер это не значит что фильм на 25 гигабайт фильм кстати может быть там на 10 гигабайт на 9 гигабайт даже меньше может быть но потенциал носителя если использовать полностью трансфер на максимум реализовать то будет очень хорошо вот так диски 25 или 50 гигабайт Blu-ray но сейчас появился новый формат следующего поколения 4K Ultra HD и здесь диски в основном все идут 100 гигабайтные по сути это тот же Blu-ray но для его чтения нужен специальный проигрыватель 4K Ultra HD он называется это совсем другое устройство это не Blu-ray он Blu-ray он умеет Blu-ray читать но он именно вот так нужно называть 4K Ultra HD Blu-ray то есть вы в свой Blu-ray проигрыватель этот диск не вставите он не будет читаться вам нужен такой такой специальный проигрыватель но тот специальный проигрыватель 4K он умеет и обычное Blu-ray играть вот и что же получилось когда пошли вот эти вот фильмы ну здесь уже конечно разрешение 4K 3K 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 а под конкретно под конкретный формат например если мы для Blu-ray с ленты переносим для обычного Blu-ray то мы берем ленту киноленту и с нее цифруем да оцифровываем и оцифровываем мы в Full HD Full HD да 1920 на 1080 прям вот строго ну допустим согласен но можно же просто оцифровать что Голливуд и делает и это плохо а можно при современном уровне развития техники программного обеспечения можно оцифровать а потом сесть применить денойзеры которые вот этот весь шум все зерно пленки уберут и посадить колориста который цвет правильно весь выведет как бы и так далее с освещением сейчас программные средства все позволяют но Голливуду это не охота делать поэтому большинство записей они смотришь они какие-то с мурашками с каким-то грязевыми ну то есть очень халтурный такой поход ну ладно это блюрей 25 гигабайт трансфера и так далее и есть какие-то есть записи более-менее неплохо там трансформеры неплохо чудо-женщина или вот стартрек но далеко не идеально вот кстати вот это наша комедия горько очень качественно записано очень хороший трансфер прям чуть ли не на пятерочку удивительно и казалось бы ну ладно это блюрей а вот вам пожалуйста не хватает трансфера нате вам 100 гигабайт да 100 гигабайт ну уж давайте без зерна здесь всплывает проблема что исходники исходником исходником является лента кинолента и она увы кранично по качеству в отношении цифры цифра имеет более высокое качество если раньше говорят что лучше ленты ничего не может быть ну нет ребята сейчас вот эти форматы показывают что потенциал ленты давно исчерпан и там уже на 4к разрешение вы прекрасно видите именно зерно ленты ну здесь сами понимаете что она состоится из мельчайших частиц вот этих вот фермомагнитных какие они там не знаю на видео ленте вот и вы это видите на изображении вы видите тут грязь цветовая всякую херню и для таких изданий казалось бы тоже ну ребят ну что мешает динозер и прочую фигню против ленты применить ну не для таких вот а для тоже смертельное оружие там или по кингу вот этот фильм кладбище домашних животных ну вы включаете и вы видите знаете там качество ну можно даже сказать блин да это же этот upscale DVD ну нет это не upscale это ограничение ленты так снято где-то в потемках сняли где-то это но удивляет знаете когда вы смотрите такой шедевральный блокбастер про супергероев и кстати что касается фильмов про супергероев про супермена про чудо-женщин и так далее аквамена и так далее вот все эти фильмы они по трансферу они просто можно сказать эталонные они не идеальные но вот для этого формата они лучше всех это если вы хотите видеть 4к в лучшем из возможных качеств то это вот эти фильмы они записаны просто не идеально но чудовищно выше чем все остальное они очень круто записаны прекрасный трансфер но тоже бывают места где и ну тут уже не зерно здесь есть какой-то шум ну цветовой шум или еще что-то как бы иногда недостаточно может резкость показаться хотя я помню смотрел я вот этот фильм смотрел ваймаксе и когда там Бэтмен в начале фильма ну таких вот монстров летающих избивал и там дым такой в пар поднимался и такой почему не сделали там качество какой-то дым какой-то чуть ли не квадратиками идет ваймаксе ваймаксе вот качество не очень высокая вы представляете я на 4К включаю и это место точно так же оно так снято или я не знаю как они так умудрились оно просто каждый фильм смотришь и он различается и эта сцена снята в хорошем освещении она классная у нее трансфер обалденный а эта сцена такое ощущение что вообще на какую-то другую камеру снято там и зерно есть и как-то темнее и грязь какая-то цветовая сцена а другая сцена вообще идеальная там просто не прикопаться и вот это вот какой-то набор солянка такая есть и так поэтому на 4К мы очень явно видим что либо у нас есть как сказать видимые огрехи именно конец технологии лента конечность технологии превосходства ленты что она дальше не вытягивает что надо по-нормальному уже давно на цифру снимать чтобы получить супер максимум качества уже получается ну гнетает знаете когда берут вот эти старые фильмы ну тоже смертельное оружие очень много фильмов как день сурка возьмем да день сурка день сурка выходит в 4К ультра hd вы представляете да и вы ожидаете ожидаете супер качество и знаете что вы получаете вы получаете качество чуть-чуть получше DVD он белый мир остается таким же мутноватым все там мутноватое грязноватое с шумом то есть фильм банально перенесли этот трансфер может опять с этой же пленки может пленка там убитая там неважно они просто перенесли они как и просто тупо оцифровали ни денойзеров ни ничего там не применяли короче просто такой трансфер на откопайся и главное 4К 4К включаешь оно мутноватое и не про фильмы а про день сурками шедевральные вот сейчас очень много ну подавляющее большинство фильмов которые в 4К они это такой трансфер они просто с ленты с зерном с грязью с шумом перенесли смысл он ничем не отличается от обычного блюрея проще тогда блюрей купить он там в 3 раза дешевле тот же день сурка купить на блюреи но на DVD я не советую там будет просто мутно уже смотреть на современных телевизорах это некомфортно не прикольно вот ну просто блюрей тогда проще купить а вот когда касается вот таких вот блокбастеров про капитана америку про чудо-женщину про вот аквамена супермена и так далее и так далее это вот 4К конечно это супер флагманское решение очень классно в общем то ну про на каких проигрывателях это можно посмотреть чтобы это было скажем так дешево и сердито если будет интересно я вам расскажу в другой раз потому что все таки постараюсь как то комбинировать это все ну и пока до новых встреч если нравятся эти выпуски то можете свое отношение высказать перейдя по ссылке на донат в общем то донаты они больше слов скажут ну и до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч